Ну что ж, дорогие друзья, этот день наконец-таки настал, больше месяца, я своими руками копал эту грязь, и наконец-таки сегодня я готов показать вам свою коллекцию драгоценностей и сокровищ, которые у меня получилось откопать на протяжении всего этого месяца. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе, со мной сегодня занятка Аликсвокс, и добро пожаловать на проект Апитер Пэм, на сервере Рокфорд, где мы выживаем без доната челлендж. Ох, ребята, вы не представляете, как сильно я сейчас волнуюсь, потому что действительно этот ролик я записывал на протяжении месяца, ну точнее как записывал, я подготавливал этот ролик на протяжении месяца. Как вы помните, ребята, как вы помните, что буквально месяц назад, а именно 15 ноября, ну Санечка, ну ты, куда-то накалил, а что у тебя сзади, ты что делаешь там, нормально вообще, а? Итак, дорогие друзья, ровно месяц назад, 15 ноября, даже чуть больше времени прошло, соответственно, да, я запустил челлендж для самого себя, я поставил себе цель откопать сокровищ на сумму 1 миллион долларов, и для этого мне нужно было откопать очень много дорогих вещей. И сегодня, я по крайней мере, правда на это надеюсь, я этот челлендж вроде как выполнил. Поэтому, ребят, я вас реально заранее попрошу, поставьте на этот видос огромный, просто жирнющий, просто лайк, и не забывайте про подписку на канал, потому что действительно, я каждый день захотел на сервак, абсолютно каждый день ходил с этим металлоискателем, ходил с этой лопатой. Вы не представляете, как много лопат было словно, как много всяких ям было откопано, и, собственно, как много вещей было найдено. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас я готов вам представить свою коллег... Я, да что там взорвалась такая, нормально вообще? Олег, у тебя какой-то не смог умер, а я... Да, отбывается, девочка, отбывается. Ну что, Сань, добро па... А, подожди, домик закрыт, правильно я понимаю, да? Да, домик закрыт. Сейчас открою, Сань, да? Олег, давайте глупый, вон кайф, пожалуйста. Ой, не, ребят, вот сейчас вы реально просто кайфанёте, вот сейчас вы просто реально офигеете от всех моих находок. А, стой, погоди, давай начнём с дома, с дома, не в гараж, не в гараж, не в гараж. А я в гараже, я на разочаровываю тебе. Ты же демку видишь, ты же демку видишь, да, Сань? Я вижу. Итак, ребята, значит, смотрите, у меня есть, у меня есть дом, где есть 6 гаражных мест и есть шкаф. Соответственно, что такое шкаф? Шкаф это 60 слотов, доступных под сквотирование каких-то определенных вещей. Ну, так вот, да. И в шкафу у нас доступно всего 60 слотов. И, ребята, просто гляньте, просто смотри, Санечка. Ого! Просто глянь на эту картину, а, красота! Просто рай перфекциониста, ты глянь, я ещё, видишь, как всё расставило красиво, видишь, да, вот это вот, видишь вот это, да? Ну, Саня, ты погоди, это лишь только начало, Санечка. У тебя так один сейчас, да? Писали, вот, на самом деле, очень много людей мне написало, что, типа, купи второй шкаф, будешь складывать всё туда, но так не работает. Если ты покупаешь второй шкаф, то он у тебя отображает вещи, которые лежали в первом шкафу, то есть так делать нельзя. Олег, я разочарован тебе, я максимально разочарован. А чё разочарован, а? Эти машины были куплены не в моем обороте номера. Саня, прости, Саня, прости, я реально забыл в моменте, что у тебя был, я, прости, да, прости ты меня, а? Да, друзья, что вы понимали, что вы понимали, абсолютно каждый багажник из этих машин забит сокровищем, вообще просто каждый багажник. Ну и смотрите, у нас есть целый Мерседес, в котором 18 слотов, и есть 5 Пикадоров, где по 40 слотов, и абсолютно каждая эта машина забита разными сокровищами, вы представляете, вообще, а? Ровный месяц я потратил, я копал эту землю своими руками, чтобы прийти наконец-то к этому дню. Итак, давайте начнем сначала с Мерседеса, так сказать, будем идти от меньшего-большего, и в этом Мерседесе у нас, по-моему, лежат дублоны, да, старинные дублоны, тоже их тут 18 штук. Идем дальше, переходим к следующему Пикадоров, ну, здесь у нас, ребята, так сказать, скромненько, да, здесь у нас есть две шкуры оленей, два шкуры, две шкуры кабана, и, конечно, Санечка, конечно, ты офигеть, сколько у меня шкуры этих кабанов и оленей, и там даже есть еще пару особенных шкур. Ну и тут у нас, смотри, чисто старинные дублоны, я вам, я, я, я посчитал, я посчитал, сколько вообще всего я нашел предметов, и именно каких определенных, я вам, я вам подведу статистику, не переживай. Переходим к следующему Пикадору, смотри, оаа, самородка, Санечка, да, 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 может, золотой Пикадор из этого сделать, наверное, так, идем дальше, здесь у нас снова старинные дублоны, как вы понимаете, что чаще всего падали старинные дублоны, к сожалению, да. Олег, а знаешь, где можно купить золотые, золотые Пикадоры? Где можно купить? Аааа, что ты врешь, ты, где-то нельзя купить. Так, вот, по-моему, вот, по-моему, в том Пикадоре лежат самые дорогие вещи, а, а, вот, вот в этом Пикадоре, смотри, тут у меня собрана вся... Олег, теперь нажимай в G, продай, знаешь, что... Олег, ааа, в ГОС солью, конечно, да, тут у меня в этом Пикадоре лежат шкуры, по-моему, и пару приметов, да, вот оно, глянь, Саня, а, и, дорогие друзья, и, дорогие друзья, две шкуры Пумы, вы представляете вообще, а? Я никогда не встречал Пуму, ну, на протяжении вот этого челленджа, соответственно, я нашел две Пумы. А теперь она такой тебя? Я, я не знаю, я издалека подкатил и просто сразу в голову одну дочку там просто висел. Понял, в крысу, я тебя понятен. Ну, конечно, конечно, да, как иначе, да? Причем, причем одну Пуму, одну Пуму, одну Пуму я нашел на военке, что самое странное, потому что там очень много людей постоянно охотятся, понимаете, да? А вторую Пуму я нашел, где неподалеку от порта, где вот там, вот, короче, там такая зона есть небольшая. Вот, ну, собственно, ребята, вот так вот, и самый главный Пикадор, да, с самыми дорогими сокровищами выглядят, ребята, именно так. Смотрите, как много старинных украшений, вы посмотрите, сколько медаль гражданской войны, и, самое главное, четыре осколка метеорита, четыре горла. А, это будет свой собственный метеорит. Да, как, да, 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 да. Так, Саня, мне нужна твоя помощь, мне нужен будет раптор, чтобы я мог все свои вещи из шкафа перекинуть, соответственно, в машину, вот, поэтому давай-ка не си, не си трактор, вот, ну, а си трактор, ой, трактор, господи, раптор. Ребят, сейчас самое главное понять, сколько денег мы вообще, в принципе, на этом поднимем, потому что тут реально пока... А почему на Пикадорах просто не поехать? Ну, вот я сейчас на Пикадоре поеду, а, ну, хотя, а, ну, хотя, а, ну, хотя, а, ну, хотя, а, так у меня все равно мест не хватит, мне все равно раптор понадобится твой, так что давай, Санечка, гони за раптором быстренько, а я поеду сейчас пока что продам шкуры. Знаете, смотрите, что мы имеем по сухому остатку, у меня 140 золотых дубонов, 23 инструмента, 91 самородок, 91, ребята, 11 ожерельев, 5 медалей, 7 оленей, 24 кабана, 2 пумы и 4 метеорита. Вот такая вот статистика. Жалко нельзя фуру купить, а? Да, это было бы реально, было бы здорово, вот это, вот это помогло бы выполнять на фури. Да, 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 ну что ж, прямо сейчас у меня на руках ноль, соответственно, баксов, то есть вообще денег нету, все деньги были потрачены, я уже реально тут на мели просто, понимаете, повираю, вот, соответственно, сегодня, правда, интересно посмотреть, насколько всего я вот это дело продам, вот, я, я на самом деле хотел найти еще больше предметов, но, к сожалению, место уже просто банально, некуда мне это складировать все, поэтому первое, с чего мы сегодня начнем, это продажа шкур, соответственно, у нас их очень много, интересно будет посмотреть, сколько денег мы на этом заработаем. И самое интересное, сколько их будет стоить шкура пумы, потому что я это даже ни шкуру ни разу не продавал. Мне стало вот даже интересно, может быть охотой заняться тоже. О, да. Поэтому, ребят, давайте заранее сделаем так, напишите в комментариях, как вы думаете, на какую сумму денег я продам сегодня все эти драгоценности. У нас их ровно 300, 318 или 320 предметов у нас, соответственно, есть, да, и я брал в учет то, что средняя стоимость каждого предмета, да, если в сумме брать, средняя стоимость это 3000 долларов. То есть, по сути, мы сегодня должны заработать от 900 тысяч до ляма, вот, и это все я копил на протяжении месяца, ребят. Поэтому, опять же, я вас очень сильно прошу, пожалуйста, поставьте на этот видосик обязательно лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Потому что месяц просто, понимаете, работы, я надеюсь, заслуживают вашего внимания. Ну и, конечно же, не забывайте про наши промокоды, которые дают 12,5 баксов и вип-статус, надеюсь, что реально упрощают вашу жизнь максимально в коре. Так, а езжайся, не, не к дому, а где продаются у нас шкуры. Блин, сейчас, ааа, да, Саня, знаешь, мне нужен твой раффтер прямо сейчас, потому что у меня весь инвентарь забит предметами, и я даже не смогу шкуры эти перетаскивать, поэтому... Шкуры где продаются? Ааа, прямо недалеко от моего дома, прямо недалеко от моего дома. Такой золотой антилуп? Ребята, ладно, машина-то, Саня, там в драгоценности лежат как-никак, а, ты чё делаешь? Я приехал. Засранец какой. Так, попробуй сейчас машину мне передать в аренду, я не знаю, получится, не получится, потому что у меня свободных гаражных мест уже, у меня просто реально, у меня уже банально некуда складывать вещи, у меня, у меня весь инвентарь забит. Я только богат, да, конечно, богат, если бы, Саня, а? Ну, возможно, сегодня буду богат, мне правда очень интересно узнать, на какую сумму мы сегодня все это делаем проданию. Так, давай, ну там за два, аа, блин, у меня, Саня, можешь мне ещё 2 доллара накинуть, пожалуйста, для аренды? У меня просто денег вообще нет, реально, 2 доллара минималка, 2 доллара минималка за аренду, там за чайчик просто 2 доллара, кинешь мне и всё. Ну, 2 доллара, Санечка, ну, да, ну, на 100 долларов. Через обмен только, если. Ну, давай, ну, давай так сделаем, давай так. Ну, я, Саня, не ищу, я сейчас, понимаешь, ну, на нищете я передвигаюсь, ну, что поделать, а? Ну, нищете, ну, нищете с такими предметами в инвентаре, это просто жесть, а? Мне кажется, если меня кто-нибудь обыщает и просто всё это себе заберёт, я просто удалю игру и просто никогда не буду заходить. Так, а, вот, всё. Вот, так, Ford Raptor, аренда через 3, 2, 1, Benz, всё, да, вы взяли машину в аренду, отлично, всё, наааа. Мне как-то, мне как-то невыгодно. Ой, как много мест у Raptor здесь, а ты глянь, еще и 205 килограмм багажник, Санечка. Так, ремкомплект не трогай. Это, это, не буду ни в коем случае, он мне не нужен вообще. Да, потом смотрю, нету. Вот это, вот это реально, вот это то, чего мне не хватало на самом деле, надо было у тебя Raptor реально подцепить, так сказать, на время этого челленджа, ты всё равно им не пользуешься, наверное. А я чё-то тупанул, я чё-то забыл. А то реально, Пикадор 40 золотов, Пикадор 40 золотов, ну типа чё это такое вообще? Это Raptor, короче, как проститутка, типа он столько был у всех, типа. Так, ой, погоди, стой, я забыл, я забыл сейчас перекинуть, так, это всё сюда, 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 сюда. Так, ну что, друзья, прямо сейчас мы с вами приступаем к продаже всех шкур, которые у нас только есть. Так, я это сейчас сюда закину, эту лопату я сюда закину, и это всё, найт. Итак, мы с вами начнём со шкур кабанчиков, соответственно, будем продавать их по три штуки, у меня на руках ноль долларов, соответственно. После чего мы с вами сделаем по счёту, так сказать, и посмотрим, на сколько мы сможем. Во, три шкуры, смотри, по две пятьсот, продаём, 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 продаём. Итого, с трёх шкур мы получили уже семь пятьсот. Это очень хорошо, три шкуры. Поехали в доллар в аренду в долларах. Слушай, не, ну это нормально. Блин, жалко, жалко, у меня место в инвентаре нельзя больше брать. Жалко, нельзя, знаешь, машину сразу подвозить и прям всё продать одним кликом. Тут это, конечно, ребята, займёт у нас реально какой-то... Не разиданно, что какой-то дурак будет как-то всё спланировать. Так, да, конечно, понятное дело. Люди, конечно, да, 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 да. Так, ладно, ребят, мы сейчас продадим всю шкуру, соответственно, и посмотрим, сколько денег мы за это дело получим. Итак, друзья, продав всю шкуру кабана, мы с вами получаем по итогу 55 тысяч долларов. Ай-яй-яй! Олег-олег, где сюда, Олег-олег, где сюда? Слушай, а сначала, что такое? Олег, надо отмыть эти деньги, посмотри. Да-да-да-да-да-да-да, по-любому, Санечка. Так, ну мы продали всю шкуру кабанов, соответственно, больше кабанчиков у нас с вами нет, поэтому прямо сейчас мы с вами приступаем к шкуру оленя. Вот, и дело уже, соответственно, стоит дороже. Давайте глянем, сколько это будет стоить. О-о-о-о! Четыре коцаря! не может быть такого мне кажется мне кажется пома должна стоить очень дорого в районе двадцатки не так вот единство вот это шкура оленя продаст у нас чуть дешевле потому что я его не с первого раза убил я с 2000 попал да вот это уже за 3600 вот здесь что здесь не падает цена она не варьируется а вот проблема как раз-таки драгоценности что там постоянно будет разная цена и вот в этом основная проблема то и заключается так в этой машине у нас еще было по-моему да еще две шкуры оленя у нас есть нет санечка погоди санечка я не могу останавливаться я месяц работал над этим месяц понимаешь вот возьми о спасибо вот это приятно ну что друзья прямо сейчас мы приступаем к самому интересному к продаже шкуры пумы давайте смотреть причем кстати странно что пума у меня два раза я вот находил она была белого цвета я вот этого не понял они же обычно другого это я понимаю бэмс 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 и того продав всю шкуру которая у меня только была мы с вами получаем сто двенадцать тысяч долларов ребята вот это чё такое оооо еще и пахаевать санечка санечка ты прям реально кормилец моя санечка ты вот прям душенька моя ну что теперь продав всю шкуру которая у нас была мы с вами ребята выдвигаемся уже к кладману так сказать барахолки где будем сдавать все то что мы с вами нашли так ну нам с вами надо перевезти все машины которые у меня только есть и после чего мы приступим к основной продаже ребят поэтому мы передвигаемся прямо туда блин сайт безумный интерес посадить погоди стоп а вот тут все забито у нас да ну раптор надо ты раптор визит тоже свой пикадора я отвезу ты раптор визит свой а раптор доведи меня точно согласен забыл так да ладно ребят мы сейчас все машины перевезем туда соответственно к скупчику и продолжим ребят просто гляньте на эту картину сюда просто реально приехал это барахолка знаешь просто как много пикадоров как их много здесь вы просто гляньте ну что ж мы начинаем мы приступаем первое что я предлагаю продать это старинные дубоны соответственно мы самое интересное оставляем конец напоследок и так запоминаем что у нас на руках 112 тысяч 600 долларов соответственно мы продадим абсолютно все дубоны которые у нас только будут вот и отнимем эту сумму значит итоговую от той которая у нас была и посмотрим сколько денег мы заработал именно на дубонах а я напоминаю что у нас с вами 140 дубонов это реально дофига единственная проблема заключается в том что старинные дубоны они будут продаваться постоянно по разной цене то есть вот смотрите просто к примеру мы продаем один мы получили за него 1300 долларов продаем 2 мы получаем 2 500 получаем еще 200 косарь вообще получили 2 500 1600 цена тут постоянно варьируется на прыгать просто от потолка до дна просто я не понимаю как это работает но радость что это делается максимально быстро поэтому ребята итоговую сумму с вами узнаем совсем совсем о так все погоди я дубоны все которые у меня в инвентаре были я продал прикинь все вы сейчас кайфом вот здесь у нас самородки блин осталось только понять где у меня вообще дубоны так вот а вот 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 вы ну тут прям реально интересно узнать итоговую сумму сколько денег сайт твоя вообще примерно вот такая вот ну вот сколько мы сегодня день заходил на два три часа на два три часа понимая не уже в сети локации до дыр просто изучил я те отвечай ясно это все места где можно копать я вообще знаю что теперь про это дело понимаешь и а те реально меня можно назвать профессионалом экспертом это гуру просто металлоискане не ну радует то что здесь реально все быстро продается я когда не родил это в зубах металлоискане я так долго это искал а так все быстро продается вот это вот самое обидное и самое печальное наверное я не знаю как было много обидных моментов во время процесса добывания всех этих сокровищ самое обидное найти то чё это когда ты находишь место где он загорается красному вас ломается лопата у вас нету запасной лопаты ты едешь за лопатой запасной соответственно приезжаешь на то же самое место а его уже кто-то откопал вот это самое обидно у меня такое случалось реально очень часто плюс еще было обидно когда находим тогда было еще обидно когда ты находишь место но ты банально физически не можешь добраться до него потому что она где-то в горах где-то еще но то есть там реально были места куда вообще ну очень сложно такие даже труднодоступные скажем так так целые мы там все продали вот тут еще у нас по-моему были дублоны да ладно ребят мы сейчас все эти дублоны продадим соответственно и посчитаем сколько денег мы получили за продажи всех дублонов ну чё с вами последняя партия старинных дублонов ахка надеюсь она продастся очень дорого ну а там вроде были нормальные стумы так что ребята настало время посмотреть как думаешь сколько денег сейчас будет на балансе у нас мы продали 140 дублонов 140 дублонов да больше должно быть ну да ладно округлим 400 минус 112 это получается насколько 300 288 косарей сани мы заработали бригель кайф 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 для вас работали на старинных дублон их ребят это вообще офигенно давай там дальше самое интересное быть самое интересное там положено вы滅одом золотым самородкам ребята ну чё сонь давай будем смотреть сколько у нас будут стоять соответственно самородки на пойти они должны стоит дорого они должны стоять дорого от трех до пятиты тысяч доллар. Итак, раз. О, 3 700, 4 100, 3 700, 4 200, 4 500, 3 600. Нормально, кстати, нормально. Нормально, 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 нормально. Слушай, там по 4 косаря реально продаются, и это реально хорошо. Но, ребята, самородков у нас, конечно, не так много, как старинных дубонов, но их тоже дофига. Поэтому будет интересно посмотреть, сколько денег мы получим с полость их продажи. Итак, мы продаем последнюю партию самородков. И, Саш, мы наконец-то узнаем, сколько денег мы получим. А ты помнишь, сколько денег у нас было? 400, 400, ну, равно 400 было, да? А, 390, да-да-да-да. Итак, последняя партия у нас уходит в утиль, так сказать, и мы наконец-то готовы посмотреть, сколько денег мы с вами получили за самородки. Как думаешь, как думаешь, сколько будет там сейчас, Аня? Как думаешь? Ну, так, примерно, примерно. Сейчас 650. Думаешь? Думаешь? Давай его задреть. О, не хрена, берёшь! 761 тысяча баксов, дорогие друзья! Е-м-м-м! Так, Сань, мы почти лям реально заработали, Сань, почти лям! Почти! Это хорошо, это очень хорошо. Так, итого у нас сколько? У нас было 400 тысяч. Сейчас нам прибавилось 360 тысяч, да? То есть мы с самородков продали на 360 косарей. Вот это я понимаю, ребята! Вот это успех! Так, давай думаем, что мы будем продавать дальше. На что у нас там осталось? Значит, мы с Арины дублотно продали. Да, во, инструменты! С натурой, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре. У нас их не так много. Сколько у нас их там? Я сейчас посмотрю. У нас их... У нас 23 инструмента. Так что мы их быстренько даже продадим, я считаю. Сейчас осталось их только всех собрать, по фикадорам этих пошатных. Вот. И... Ну, они должны... Они стоят, по-моему, там, от 7 до 8 тысяч, если я не ошибаюсь. По-моему, где-то так. Итак, приступаем к продаже старинных инструментов. Баганали! У-у-у-у! Сань, тут... Почем, почем, почем? По 7 косарей продаёт. Смотри, первый продал за 6 600, второй за 7 700. Блин, вообще хорошо, а? Вочее 8 косарей. 6 700, 6 900, 7 500. Вообще нормально. Слушай, не, вот это хорошо. Вот это мне прям нравится. Вот это я прям понимаю. Другой уровень. А почему-то метеориты что-то стоят. Так, и у нас ещё метеориты тоже. Вот самое главное, чтобы они продались дорого, вот. Потому что там, на самом деле, вот мы тогда, когда продавали с тобой, он продался у нас дёшево. Но надеюсь, что сегодня он продастся очень дорого. Итак, Сань, я продал все старинные инструменты. Больше у нас ничего нету, соответственно. И давай, смотри, сколько денег мы получили за инструменты. Итак, 926 тысяч, Санечка! 200 косарей заработали. 200. Нет, и 200 косарей. Сколько было? 720, где-то... Не, ладно, где-то 180 мы заработали на инструментах. Блин, это вообще какая... Тут уже 100% лям, Сань, уже 100% лям. Я всё-таки... Я реально переживал. Я думал, мне не хватит предметов. Я думал, мне не хватит реально этого для того, чтобы побить этот челлендж. Но нам реально... Но нам этого хватает, ребят. Это вообще офигенно. Так, следующее, что мы продаём, это старинные украшения. Старинные украшения. Хотя и медаль гражданской войны, на самом деле, тоже поможем прямо это всё вот так вот в одну кучу просто положить и всё. Так, у нас сколько? У нас... У нас 5 медалей и у нас 11 жерель. Давай посмотрим, сколько денег мы с них получим. Блин, ну мы запоминаем 920 тысяч сумму, соответственно, ребят, потому что сейчас... Блин, на самом... Смотрите, как персонаж радуется, а! Вы просто гляньте, как он радуется. Месяц работы! Месяц работы! Наконец-то, где получилось это реализовать. Итак, давайте начнём. Сколько у нас будет, мне интересно, реально, сколько мы будем продавать старинные украшения? Готов, Санечка, узнать это, а? Давай, 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 и... Ой, мне кажется, выше может быть. Ой, хорошо! Отлично, 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 прекрасно, прекрасно-то, а? Так, всё, все украшения мы продали, осталась листокая медаль гражданской войны. Они у нас... Да, они подешевле они стоят, чем ожерелье, но так или иначе всё равно тоже приятно. Причём, медали я нашёл меньше, чем ожерелье, чё странно. Итак, Саня, сейчас будет лям. Сейчас 100% будет лям. Готов? Сто... Сколько? Один миллион, сто тринадцать... О, нигуя, ну а себе! Сто тридцать четыре тысячи долларов! И у нас ещё четыре метеорита! Ещё четыре метеорита! Сань, ну это добротно, это реально добротно. Это очень хорошо, это очень хорошо. Итак, украшения, украшения я пишу, что мы продали за сколько? У нас было девятьсот двадцать, сейчас сто тридцать четыре, это получается двести... Двести десять тысяч, Саня, двести десять тысяч украшения. Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас мы приступаем с вами к самой интересной части, а именно продаже метеоритов. В какой пикадоре они у меня находятся? В каком пикадоре? У нас четыре метеорита, четыре метеорита, ребята. Вот они сладенькие, а! Самое главное, чтобы они продали сейчас за очень дорого, за очень дорого, на что я очень сильно рассчитываю. Итак, Саня готов? Ребята, просто я вас прошу заранее влепите лайк на этот видос, просто прожмите эту кнопочку лайка, потому что то, что мы сегодня... Мне кажется, сегодня мы поставили мировой рекорд по продаже всех этих пониманий и драгоценностей, потому что то, что мы сегодня сделали, такого еще никто никогда не делал. Итак, сегодня готов, да? Давай. Раз. Ой, 22 тысячи маловато, слабовато. Хорошо! Ну так, и... Ну нормально. Итого у нас... 1 миллион 233 тысячи 500 за 9 долларов. Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо! О, просто, ребята, 1 миллион 233 тысячи на продажу украшений, на продажу драгоценностей, без доната челлендж, что мы с вами это сделали, мы с вами это выполнили, а! Слушай, ну это очень хорошо. Это сколько? Мы, короче, метеориты продали, да, на где-то, на 100 тысяч, правильно я понимаю, да? Итого, подводя статистику. Значит, шкура животных у нас была продана на 112 тысяч долларов. Дублоны! Кстати, дублоны у нас ушли, но не, не самое дорогое. Как ты думаешь, что самое дорогое будет в нашем списке? Ну, вот что? Ну так, чисто, ну, на скидочку. Ну, чисто так, на глазочек там, может, я не знаю. Типа, что больше заработали? Да, 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 да. На каком предмете мы заработали больше денег, как думаешь? Ну так, чисто... Блё! Ну вот, по-другому, ну тут, на самом деле, ничего сложного. Тут реально ничего сложного. Я тебе серьёзно говорю. Нет, 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 нет. Кожи животных у нас ушли за 112 тысяч долларов. Дублоны у нас ушли за 280 тысяч долларов. Самородки у нас ушли за 360 тысяч долларов. Самое дорогое, что у нас продалось, это самородки. У нас их было много, и они стоили очень дорого, и вот на этом нам реально повезло. Инструменты у нас ушли за 180. Украшения, это вот как раз-таки ожерелье и медали. У нас ушли за 210. И метеориты, самое дешёвое, что мы сегодня продали, это сотка. Это просто сотка, беги мне вообще. Самый дорогой предмет у нас ушёл за самый дешёвый. Ну, потому что мы их мало, мы их мало. Ну и то, что я нашёл 4 метеорита, это дофига. Это реально дофига. Ну всё, 1 миллион 233 тысяч долларов, понимаете, а? А, Чипикадора можно продать. Чипикадора можно продать, реально-то, а? Блин, ребята, это просто кайф. Это просто кайф, и одно удовольствие. Просто посмотрите. Я хочу на эти деньги. Вот, реально, открыть контейнер без доната челлендж. Мне кажется, это будет вообще имба. А, чё скажешь? А, чё, чё, есть? Ну, не сейчас, не сейчас, а на следующий видос. Ребят, чё думаете? Если я открою контейнер без доната челлендж, это же вообще имба. И мочелик разложился. Ну, кстати, прикольно, прикольно, прикольно. Я считаю, я реализовал реально геройский челлендж. Месяц работы, месяц работы, кропотливой работы. И вот, найдя все эти предметы, выполнив этот челлендж, ребята, я стал на 1 лям и 200 тысяч долларов богаче. Это реально круто. И самое главное, что это всё было реализовано без доната. Как мы выживаем, собственно говоря, на сервачке роботов. Безо, безо, безо. Ну что, друзья, я думаю, что на этом моменте мы будем заканчивать наш сегодняшний видосик. То, что мы сегодня сделали, такого вообще никто ещё никогда не делал. И это реальный исторический момент. Правда, 320 предметов, вот, особенно тех предметов, которые мы с вами нашли, я считаю, это реально заслужит вашего внимания. И, конечно же, подписчики, лайки, и, конечно же, промоконики. Ребята, не забывайте про них ни в коем случае. Ну, а на сегодня всё. С вами сегодня был, как всегда, Олижа Кофе, Санечка, Алекс Фокс. Это был проект Эта Петербурга, сервачок Рокфорд, заходите играть вместе с нами. О, да, мэрбол за столом, Олег. Ага, конечно, Санечка, конечно. Нет, правда, правда, надо было ехать. Всё, ребят, огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всего на скорой встрече, и всем пока-мока. Пока, ребят.